Приветствую вас! Первое, что хотелось бы сказать, это то, что своего мужа вы не переделаете, вы не сможете его изменить, вы не сможете его переубедить, вы не сможете ему показать, что то, что он делает, не есть хорошо и не есть правильно. Ваш муж, скорее всего, жил так, как живо сейчас и будет жить, а так дальше. До тех пор, пока его собственный опыт не покажет ему, что он не прав, что он ошибается, что его позиция неверная, что он двигается не в том направлении. И очень может быть, что его эгоистичная позиция, она закончится, если вы от него уйдете. До тех пор, пока вы пытаетесь со своему мужу что-то доказать, до тех пор, пока вы пытаетесь со своим мужем что-то объяснить, до тех пор, пока вы пытаетесь со своим мужем как-то бороться, ситуация не изменится, она становится такой, какая она есть, и мужу, на самом деле, будет даже выгодно вести себя в драк, потому что он получает определенную долю внимания от вас. Это первое. Второе. Существует несколько взглядов на вашу ситуацию, несколько различных точек зрения. Первая точка зрения, пожалуй, заключается в том, что вы находитесь в треугольнике Карпмана, где муж эдакий теракт, который пытается вас подчинить, а вы эдакая жертва, которая всеми силами пытается себя защитить, вот, у которой, ну, не всегда, наверное, получается, не всегда, наверное, выходит, вот. И, соответственно, вы находитесь в таком замкнутом кругу, где нет конца и играя к тому, что мужчины к вам придираются. Треугольник этот, в котором вы оказались, то есть заведение жертвы и необходимость для жертвы фигуры тирана, называется треугольником Карпмана, вот. И сейчас, по сути, вы ищете своего спасителя, ну, в данном случае, в лице нас, в лице психологов. Спрашиваю у нас совета, что и как вам делать, что, безусловно, ни к чему хорошему не приведёт, потому что у вас, очевидно, есть своё какое-то решение, своё какое-то видение, и вы вряд ли это видение прямо вот сейчас готовы изменить, как его поменять, ну, вот, что, на самом деле, было бы странно. Вот, из треугольника Карпмана нужно выходить постепенно, это определённая работа, ну, для начала, просто, почитайте в интернете, пожалуйста, то, что он из себя представляет. Это первое. Второе, значит, соответственно, Ваш муж играет роль игрока в игре PSS Попался сукин сын. Данная игра представляет собой разновидность психологической защиты. Вот. Вот. И, опять же, я не буду сейчас расписывать вам это, потому что, ну, в принципе, я думаю, что вы можете сами посмотреть в интернете про эту игру, и сами изучить, если вам это, к примеру, интересно, если вам это, к примеру, важно, да, вы можете просто-напросто посмотреть в интернете, как обстоят дела. Вот. И уже, соответственно, поисследовав, да, можете уже после этого, можете обратиться к нам, да, к психологам, для того, чтобы мы вам помогли. Дальше, следующая точка зрения на вашу проблему заключается в том, что вы можете перестать переставать, перестать спорить с мужчиной, да, вот просто перестать с ним вообще как-либо конфликтовать, и просто-напросто во всём с ним соглашаться в буквальном смысле, вот, намекая ему на то, что вы слишком его не достойны, и соответственно, вам нужно расстаться для того, чтобы, ну, к примеру, разобраться в себе, чтобы понять, к примеру, себя, ну и так далее, и так далее. Что-то вариантов тут, на самом деле, достаточно много. Описываемая мной позиция называется принципом амортизации, вот, о принципе амортизации вы можете почитать также в интернете, всё это есть, и, соответственно, нужно посмотреть, ммм, к примеру, подходит ли это вам или нет. Вот. Дальше, амм, следующее точка зрения касается того, что вам нужно определиться с, эмм, своими целями, то есть, что делать, чтобы, чтобы что. то есть, совершенно очевидно, что данная позиция, она вам, и именно вам, для чего-то нужна. Совершенно очевидно, что вам данная позиция, ну, не то, чтобы, может быть, привычная, но она в той или иной степени отражает, отражает, эм, то, что, ну, то, что вы хотели быть для себя, то есть, вы чувствуете, как вы видите себя, и так далее. То есть, это, на самом деле, тоже такая, довольно серьезная, эм, странная проблема, вот, с которой необходимо работать, потому что, если вам это, действительно, для чего-то, ну, нужно, то, эээ, как бы отношения вы, с, эээ, ну, с мужчинами, да, со своим мужем, с каким-нибудь другим мужчиной, не выстраивали, как бы вы не выстраивали отношения с ним, а, эээ, все равно вы будете, эээ, скатываться, все равно вы будете, эээ, приходить вот к такой позиции, просто потому что по-другому вы не можете. Эээ, здесь, соответственно, имеет место быть некий негативный сценарий, то есть, набор поведенческих папорнов, которые вы приобрели еще в детстве, эээ, для чего-то, ну, для какой-то выгоды. По, эээ, психологической теории, по теории сценариев, вот, вам это, соответственно, для чего-то нужно. Вот, ну, опять же, сказать, эээ, вот так вот, для чего, ну, наверное, было бы опромещено. Вот, дальше, эээ, следующий момент, это момент такой, эээ, что вы ведь, в общем-то, с мужчиной живете вместе не первый день, я полагаю, да, и, возможно, даже не первый год, и, в общем-то, совершенно непонятно, как, как ваши отношения развивались. То есть, к примеру, эээ, всегда ли мужчина был таким, если он был таким, таким, к примеру, эээ, не всегда, а если он был таким, к примеру, если он стал таким, вот, то совершенно непонятно, что вас, эээ, удерживает, эээ, ну, вот, с ним. Вот, вы говорите о плюсы, но, какие это плюсы, если мужчина, откровенно, не позволяет вам, эээ, заниматься, ээээ, собой, да, вот, какие могут быть плюсы. То есть, получается, что все, все эти плюсы, они, по сути, эээ, связаны лишь с тем, что вы, что вам нужно. А, все эти плюсы, эээ, связаны лишь с тем, чего вы хотите, но, именно к любви, да, к гармоничному отношению это имеет отношение, ну, на мой взгляд, в данном случае, поскольку, поскольку. Вот, то есть, вам данная позиция для чего-то нужна, вам данная позиция зачем-то, эээ, необходима, почему-то необходима. Почему, как и для чего нужно выяснять пока, что, ээээ, такой информации, такой нет и быть не может, в силу того, что очень мало, ээээ, вы написали о себе и об, о истории, ээээ, своих отношений с мужем. Вот. Дальше, эээ, значит, так, ну, тут, по сути, по сути, вы жалуетесь на машину. Вот. И пишите, что я не могу не выходить из себя, когда мне начинают доказывать, что я розовый верблюд. Что вы подразумеваете под розовым верблюдом, если честно, не совсем понятно. эээ, то есть, я даю себе отчёт в том, что вы, вы-то, возможно, о чём речь, эээ, понимаете, но мы, эээ, психологи, люди со стороны, да, эээ, хотели бы лучше понимать, о чём будет речь. эээ, и меньше, эээ, как можно меньше гадать. Вот. Поэтому было бы лучше, если бы вы, эээ, рассмотрели, ээ, возможность пояснить нам, что вы имеете в виду, говоря, что вы не розовый верблюд. Это первое. Второе. Эээ, что очень важно, то, что вы, по сути, оправдываете, эээ, своё, эээ, скандальное, скандальное поведение. Что это вы говорите? Я не могу не выходить из себя. Эээ, нет. Вы не можете, вы всё можете, но вы не хотите. Эээ, не мочь и не хотеть, это разные вещи. Понимаете, в чём дело? Эээ, вы можете не выходить из себя, например, ну, просто, например, эээ, дистанцировавшись от мужчины. Вот. Если вы этого, если вы этого не сделали, эээ, до сих пор, значит, вы, соответственно, эээ, тем самым подтверждаете, что вам, ну, собственно говоря, эээ, нужен повод для того, чтобы выходить и выходить из себя. Вот. Да, я понимаю, что это может быть неприятно, да, я понимаю, что это, может быть, вам, эээ, как бы, эээ, будет не слишком радужно слышать, но, тем не менее. А лучше будет, если мы вот, эээ, сразу с этими моментами разберёмся, да, и вы для себя увидите, как обстоят дела. Вот. Эээ, что вас, эээ, держит рядом с этим человеком, я, естественно, не, эээ, увидел в тексте. Кстати, я не видел в тексте чего-то такого, эээ, что бы, вот, прямо, эээ, показало мне, что вас удерживает рядом с ним. Может быть, может быть, вы, эээ, опять же, дополнительно поясните, что именно, ээээ, вас привлекает. Вот. Как выстраивать отношения с таким человеком? Ну, смотрите. А, поскольку у мужчины есть злая позиция, менять он её в ближайшее будущее не собирается, то, эээ, позиции нужно выстраивать, исходя из этого. Я признаюсь, что либо вы, эээ, признаёте, что он прав, и подстраиваете под него, либо вы, эээ, демонстрируете ему, что он не прав, и что вести себя так, как он себя ведёт, к примеру, нельзя, да? Вот, и, соответственно, ставите ему, ну, условно говоря, да, пусть это будет, грубо говоря, ультиматум. Да, тут вот вы поставите ему ультиматум, что, как бы, либо ты меня принимаешь, эээ, такой, вот, какая я есть, да? Либо нет, либо ты меня принимаешь, эээ, такой, вот, какая я, либо мы с тобой расстаёмся, вот, пусть там, может быть, не сразу, пусть там, может быть, на время, но расстаёмся, потому что, эээ, я меняться, к примеру, не собираюсь, так? Вот. Либо, соответственно, вы ориентируетесь на мужчину и пытаетесь понять, а, что это, собственно говоря, ему, ему нужно, именно ему, и что ему нужно, чего он хочет, что ему нужно, почему, к примеру, он, ну, ведёт себя вот таким образом, да? Вот. Это уже куда более такая вот позиция, скажем так, определённая, которая что-то за собой влечёт, которая что-то способна вам дать. Вот. Опять же, если вы человека любите, то вы, ну, принимаете его таким, как он есть. То есть, если вы человека не любите, то, когда вам не движет расчёт, коли вам, коли, коли вам не движет расчёт, то исходить нужно из расчёта, то есть из, из того, чего вы хотите получить. А всё остальное, что вас не удовлетворяет терпеть, это воспринимая, как цену за то, что вы получаете то, что вам нужно. Ну, к примеру, за плюсы к плюсы, которые есть в отношении. Вот. Что касается веского повода для расставания, то это решать вам, насколько это вообще оказывает на вас влияние и вред. Вот. Ну и последнее, что хочется сказать, это то, что, судя по важному тексту, вы уже какое-то решение для себя приняли. Если честно, не совсем понятен смысл вашего обращения к нам, потому что, ну, вот серьёзно, чтобы мы решили за вас, мы за вас не решим. Мы не решим за вас, что нужно делать. Мы не решим за вас вашу жизнь. Мы не решим за вас, как вам нужно поступать, потому что это ваша жизнь. Вот. Соответственно, если у вас есть уже какое-то решение, вы можете так и сказать, что я, к примеру, решила, там, со своим мужем, да, допустим, ну, со своим партнёром расстаться. Вот это будет, по крайней мере, честно. Вот. То, что вы говорите, то, что вы пишете сейчас, да, то, что вы вот отписываете, ну, это, как бы, просто декларация, это просто декларирование. Вот. Если у вас есть решение, если вы, ну, считаете, что у вас уже имеется, как, как, какая-то, какая-то позиция, вот, то вряд ли вы её поменяете, да, вряд ли вы будете, ну, как-то вот, переубеждаться, скажем так. Вот. И на самом деле это хорошо, потому что, если вы, если бы вы готовы были переубеждаться, то здесь, как бы, ну, стал вопрос о том, насколько вы в себе уверены. Вот. Ну, а так, по сути, это очень похоже на разговор, ваш разговор с собой. Понимаете? Вот. Мне не кажется, что это сколько-нибудь конструктивная позиция и конструктивная точка времени. Вот. Понимаете? То есть вы его мужем не переделаете, а если вы хотите его переделать, то, ну, должна быть веская, для этого веская должна быть причина. У него именно. Знаете, у него должна быть веская причина меняться. Вот. То есть зачем ему меняться? Вот какой мотив ему меняться? Для чего ему это делать? Вот сами поставьте себя на его место. Зачем ему меняться? Зачем ему что-то менять? Когда у него, к примеру, есть что-то, что его уже устраивает. Вот. Понимаете? И вот, собственно, уже из этого вам и нужно исходить, на мой взгляд. Вот. В остальном это всё, по сути, схоласик. Демагогия. Вот. Как это видится у меня? Вот. То есть что произошло? А вы, по факту, да, просто пожаловались на своего мужа, да, по факту вы высказали своё недовольство им, и по факту вы спросили, что делать, значит, что делать, значит, с таким мужчиной. Вот. Ничего не сделал. С ним, с ним сделать ничего. С ним, с ним, именно с ним, вы не можете сделать ничего. Ну, потому что человек, он такой. Вот. Вы можете его поменять, но можете его поменять только своим поведением, своей позиции. Как это будет? Что это будет? Это уже вопрос более детального анализа. Вот так. Ага. Так. Давайте сейчас ещё раз перечитаем. Что делать, если ваш муж эгоист во всём делает вас виноватой, никогда не признает своей невестой, своей неправотой? Ну, значит, вы сами сами себя делаете виноватой, и вы сами, видимо, склонны себя по ряду причин обвинять. Потому что никто не может вас виноватой сделать. Вы можете только сами себя виноватой сделать. Вот. Если ваш мужчина эгоист, то, получается, делает всё для себя. Соответственно, нужно сделать так, чтобы ему было невыгодно быть эгоистом. Как бы это не звучало. Вот. То есть, если вы сможете, если вы сможете это сделать, то хорошо. Если вы этого сделать не сможете, то, ну, наверное, вам действительно в таком случае лучше расстаться, потому что ничего хорошего не получится. Вот. То есть, если мужчина эгоист, да, то им руководит, как бы, выгода его. Его собственная выгода. Вот. Ну, так, а как вы раньше с этим мужчином жили? Понимаете? Вот. Если он стал эгоистом, значит, ну, наверное, для этого были какие-то причины, возможно, что вот он стал таким. Вот. Ну, и тогда уже соответственно нужно смотреть на именно причины, на то, почему он стал таким. Вот. Дальше. Так. Он не просто не хочет мириться с тем, что я уделяю себе внимание, которое могла бы уделять ему, но ещё делает меня виноватой во всём и всегда, даже в самых нелепых очевидных ситуациях. Мужчина отчаянно нуждает своё внимание и отчаянно пытается всё контролировать. Никогда в жизни не признают своих ошибок и вешают их на меня, наверное. Наверное, вы хотели написать. Вот. Значит, это гордость, это страх, страх ошибки, потому что человек понимает, что если он ошибается, что он что-то не так делает, а если он что-то не так делает, то надо что-то менять. А это всегда страшно и тяжело. Вот. Соответственно, вешает на вас ошибки, это перенос, это проекция. Вы ничего человеку не докажете. Здесь нужно использовать принцип амортиза... амортиза... амортизации. Вот. Надоело уже доказывать, что я не розовый верблюд. Так, а вы никогда-никогда ничего не докажете. Чем больше вы доказываетесь, тем... состальные мужчины убедаются в том, что вы именно тот самый розовый верблюд. Вот. Другое дело, для чего вообще доказывать и почему вообще доказывать? А то зачем? Какой смысл в этом? Возможно, вы повторяете родительский сценарий, где в своей жизни вы тоже доказывали, кому это все. А в последнее время обострение у него происходит, а уже нет сил быть мудрой. Знаете, аноним, мудрость это не что-то такое, что требует сил. А если человек мудр, то он мудр всегда, он мудр постоянно. Вот. Если у вас нет сил быть мудрой, значит вы не мудрые, простите. А это значит, что вы склонны к самообману, а это значит, что где-то еще в чем-то вы себя тоже обманываете. Ну, то есть, используйте ложные, скажем так, посылы. Вот. Поэтому, извините, но это... для меня это симптом. Для меня это симптом ваших личностных проблем. Потому что... ни о какой, совершенно ни о какой мудрости речи здесь не идет. Абсолютно. Потому что, если раз повторю, для этого силы не нужны. Вот. Это первое. Второе. Ну, мудрость, женская мудрость в отношениях. Ну, сравните, к примеру, как себя чувствовали мудрецы, да, в сравнении с другими людьми. Они чувствовали себя, ну, на вообще какой-то принципиальной другой высоте. То есть, по сравнению с другими людьми, да, эти люди, они вообще были, ну, на какой-то вот совершенно ином уровне, на каком-то ином уровне. Вот. И чувствовали они себя одиноко. Очень одиноко, на самом деле. Вот. Я не знаю, хотите ли вы чувствовать себя так же, хотите ли вы чувствовать себя одиноко. Мне кажется, что вряд ли, в отношениях, по крайней мере. А это значит, что эти самые отношения, ну, ни в коем случае нельзя строить на мудрости. Что эти мудрости, естественно, нужны, но... Когда человек проявляет мудрость, это его, в общем-то, отчуждает от другого. Вот. Вот так. То есть, тут вы выбрали заранее деструктивную модель взаимодействия с человеком. Вот. На мой, по крайней мере, взгляд. Вот. И, соответственно, это нужно менять. То есть, чтоб вы подразумеваетесь под мудростью, да. Вот. И, соответственно, как вы ее репрезентуете. Ага. Дальше. Каждый день он, буквально, находит способ, как меня вывести из себя. Ну, тут вы, на самом деле, обвиняете его. Вот. И вы постараетесь то, что делает мудрость. То есть, мудрость обвиняет вас в своих бедах, а вы обвиняете его. Вот. Ответ. Ну, нет. Любые отношения строятся по принципу взятия личной ответственности. Пока что ни вы, ни ваш мудрость личной ответственности брать не хотите. В этом, собственно, и заключается основная, на мой взгляд, проблема. Вот. Потому что... Мудрость обвиняет вас, вы обвиняете его, и, в общем, по итогу ничего не получается. Вообще. Вот. Поэтому, собственно, раз вы обращаетесь к нам на ресурс, да, то давайте все-таки... Ну, хотя бы вы будете брать личную ответственность, и хотя бы вы, процент из него, можете обвинять вот в своих проблемах, да. Вот. А признайте, что это вы. Это вы, и вы, вот, вы выходите из себя, вас, к примеру, там, что-то раздражает вас, к примеру, что-то выводит из себя, и что это ваша собственная проблема. С этого, это проявление вашего противоречия. Вот это не плохо, просто с этим нужно работать. Вот и все. Вот. А так, по факту, вот, чем вы отличаетесь от мужа? Вот. Чем? Он вас обвиняет, вы обвиняете его, все довольны, все счастливы, все хорошо. Вот. А, так. Дальше. Дальше. А, так. Я не могу не уходить из себя, но об этом я говорил, когда мне начинают доказывать так, об этом я тоже говорил. Как выбрать отношения с таким человеком? Говорил. Или это же очень веский повод для расставания, несмотря на все приличные отношения. Это решать вам? А, у меня такое ощущение, что да, потому что чувствую себя как бесправное счетство, которое дает вечно жизнь в жизни другого, другого и угождаться. Ну, парадокс в том, что вы уже так живете, и я не думаю, что с другим мужчиной, к примеру, вас это изменится. Привыкла, в первую очередь, сказать причины в себе, почему я допускаю такую ситуацию, на данном случае, честно, не могу понять. Ну, вы выбрали такого мужчину себе в мужья? Это первое. Второе, если он, к примеру, стал таким, то вы не приняли никаких шагов для того, чтобы дистанцировать себя от него. Вот поэтому так и произошло. Это первое. Второе. По поводу того, что вы ищете причины к себе, то, понимаете, тут не все так... Просто. На самом деле. Причины стоит искать в себе, если, к примеру, человек, вот, изменился, да, у него поменялось поведение, а в результате того, что вы сами поменяли. Вот в этом случае, да. В этом случае, может быть, стоит искать причины в себе. Если вы своё поведение не меняли, если вы, ну, сами, в общем-то, ведёте себя как обычно, вот, то причины искать в себе нечего. То есть, это, опять же, чёткое ограничение, да, своей ответственности и ответственности другого человека. В свою очередь, это личные границы, с которыми вам, наверное, нужно работать. То есть, учиться выстраивать границы между вами и другим человеком, чего, скорее всего, в вашей семье не было. Вот. А личные границы, это, в первую очередь, чёткое слово «нет». То есть, нет, это не доказывание кого-либо, чего-либо, по сути, как бы, признания того, что, ну, признания того, что вы не правы. Вот. А нет, это, скорее, позволение другому иметь своё мнение, ну, и позволение себе иметь, ну, в общем-то, такое же мнение, что факт. Вот. Так что, вот, в принципе, так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаёте. Вот. Значит. И, соответственно, если вы склонны копаться в себе, то, опять же, у этого есть возможность, возможно, какие-то свои причины. Вот. Потому что копаться в себе нужно только в том случае, если вы испытываете вред, да, то есть, если вы чувствуете вред. Если вы вреда не чувствуете, то копаться в себе не нужно. Вот. Примеры, ну, вот, примеры, примеров очень много, да, я полагаю, что вы сами можете их себе привезти. Вот. В заключении я хотел бы сказать следующее. Как строить отношения вообще с людьми? Ну, в общем, в принципе, да, как можно и нужно строить отношения с людьми? Вот. По науке с розой. Очень хороший пример, точнее, точнее, метафора, да, это роза. Дело в том, что роза, роза, она сама по себе красивая, да, она пахнет хорошо, вот. Но у нее есть колючика. Вот. У розы есть колючика. И соответственно, соответственно, для того, чтобы взаимодействовать с розой, да, нужно научиться не укалываться там об этих колючиках. И так со всеми людьми. То есть идеальных людей это как бы не бывает. Идеальных людей нет. Ага. Любя кого-то, принимая кого-то, вступая в отношения с кем-то, ну, я понимаю, что человек вот он такой, он не будет меняться. И если вы готовы принять его с его колючками, если вы считаете, что его колючки, в данном случае колючки, это все то, что вам ваше мужество не нравится, если вы считаете, что эти колючки заразмерны тому, что он красив, да, ну, для вас, по-своему, душа красив, то все в порядке. Но если нет, то это совершенно однозначно. И коль уж вы соглашаетесь быть в отношении с таким человеком, ну, извините, это ваша ответственность, и тут только ваш выбор. Мужчина здесь абсолютно не при чем. Вот. Совершенно не при чем. Как бы вам не обидно, как бы вам обидно это не было. На этом все. Я надеюсь, что помог вас. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, буду рад, буду, собственно, признателен, да, за оценку моего труда. Вот. Если вам понадобится консультация, более детальный разбор вашей ситуации, и обращайтесь ко мне. Я буду, ну, если вы со мной сейчас работаете, да, пишите в личку. Буду рад помочь. Так вам, конечно, нужно по-любому взять несколько консультаций у психолога, как минимум, для более детального анализа став и уже выявления, собственно, ваших проблем. Вот. Возможно, смузим. Что ж, что ж. Вот. Всего вам самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok